Здравствуйте, дорогие зрители! Готовы мы рассказать вам кое-что интересное о ваших любимцах. Тут ещё вопрос, любимцы они или не очень? Ну да, я как раз таки хотела сказать, что кому как. Ну это знаешь, что это называется. Вот, ну нормально. Короче, поехали. Итак, у нас первое вообще сообщение о грандиозной победе, которую Софи Лоренна одержала над налоговой службой Италии. Охренеть, как ей это удалось? Вот, понимаешь, интересный вопрос, конечно, потому что борьба это была не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что ещё началась вся эта фигня в 1974 году. Это когда ещё Карло Понти был молод и красив. Да, и жив. Вот, я тебе хочу сказать, что на этот раз я посчиталась талибулятором, 39 лет прошло. Алло, моё! Потому что мои математические способности, они самопонимают. Да, да, да. Помню, помню. В чём там проблема? Да. Проблема в том, что, в общем, она в 1974 году снималась в Голливуде. И они для того, чтобы, как бы, сэкономить, видимо, бумагу, да, вместе с мужем, с Карло Понти заполнили одну декларацию на двоих. А, бумажку пожалели. Да. И потом эта бумажка им, конечно, полом в фотке стала, потому что налоговая служба сказала, «Эх, так вы от налогов хотите уйти?» Ну, да. Ну, значит, да, государству недоплачиваете. Ах, вы сволочь! Да, да, да. В общем, мои кровные верни, вы прямо это самое, иначе я тебе печень выклюю, да? О, ну, так и викливало, понимаешь. Государство – это дело такое. Если с государства начинаешь вообще вступать в поединок, то, в общем... Готовься к множественным неприятностям. Да. Вот Карло Понти, например, был обвинён в различных правонарушениях. И в выводе денег за границу. Уй, ты господи. И в неуплате налогов. Но самое главное было, что его потом обвинили во владении археологическими редкостями, добытыми нелегальным путём. Ему за это дело 30 лет могли дать. Ас? Это он как, это он? А вот так. 30 этрусских ваз, которые итальянская правительство считала государственной национальной собственностью. Этрусские вазы. Этрусские вазы. И нефиг, типа, это иметь в частном владении. Тем более, что это было запрещено законом. А у него не были. А откуда они у него взялись? Ну, слушай, откуда вот яйца Фаберже, например, берутся у некоторых российских миллионеров? Ну, а откалываются от собственных? А, ну-ка. Ну да, позолотила всегда все дела, да? Сейчас уже, может, идти позолоти ручку, позолоти яичко, извините. Ага. Правая или левая? На выбор. Какую хошь. Ну, а тот, вероятно, просто на черном рынке купил. Ну, мало ли, есть же рынок подпольный, который всем этим наторгует. Да, огромнейший, говорят. Да, в Италии тем более. Ну, так вот. И, в общем, отсидел он кое-какое время в тюрьме. А сама София тоже угодила в тюрягу. Ей должны были дать 30 дней. Отсидела она всего 18. Опять-таки за нее плату налога. Господи. Ты представляешь? И вот сегодня, и вот сегодня мы говорим о том, что ее декларация с 1974 года, то есть вот с чего вся эта вот фигня началась, она признана была законной. Слушай, ну что теперь сделать? Морду набить. В рожу пойти плюнуть наглую. Ну, вот как это так вообще все? В общем, извините меня, конечно. Не, ну это же налоговая. Они же, если ошибутся, они упираются, как из шаги, и пока им всю морду бумажками не обклеишь, они не понимают нифига. И упрутся за доллар, шкуру снимут. Да, 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 плюс пение там, то есть все, ты кругом должен, да? Ну, вот тут еще одно разочарование в личной жизни у наследников Майкла Джексона. Ну, вообще история потрясающая. Они, короче говоря, всем гаммузом вкатили иск компании AEG Live. Это компания звукозаписывающая, да? И вот эту компанию она наняла для Майкла, вот этого самого доктора, Мюрре. Ну, и сама понимаешь, Майкл в результате этого общения благополучно помер. Да, наследнички посидели, посчитали, тоже, видимо, с калькулятором, как я. Вот, что, в общем, как бы они недополучили денежек. Они, вот, сказали, что 10 миллиардов ему упущенной выгоды от несостоявшихся концертов. Ну, потому что про этого доктора-убийцу, доктора Мюрре, куда он, кстати, делся? Да посадили, сейчас расскажу, там дальше будет. Сначала давай с этим сыском развернемся. Слушай, цифры, да? 10 миллиардов упущенной выгоды от несостоявшихся концертов. И 30 миллиардов, которые он мог бы заработать, если бы был жить. Ну, правильно, он легко мог. А мог бы и не заработать. Не, скорее заработал бы. Ну, в общем, короче говоря, вы с кем отказаны? Сказали, идите с Миром, ребята. Ой, боюсь, они не пойдут с Миром. Ну, посмотрим. А с Мюрре, ты говорила, да, так вот выпустили его из тюрьмы. Да, за что? Ему дали 4 года за непридумышленное убийство, да? Парк бедный. Да, 2 года он отсидел, вёл себя очень хорошо. И вот за его такое замечательное поведение его выпустили, из тюряги сказали, иди, родной, иди. Но дело в том, что там вообще очень странная штука. Там как бы следствие не особо-то и доказало его вину. А деньги, которые внезапно легли на его счёт, непонятно в каком количестве. Это было так, случайный подарок от тёти из Калифорнии, да? Ну, с добрым утром, тётя Хая, вам портет, это самое... Что там от Морды Хай-то? Ну да, привет. Вам привет от Морды Хая, вот вам привет от Майкл, всё нормально. Может, ему Майк лучше успел, так сказать, перевести денежку, за то, что тот очень хорошо его снабжал всякими таблеточками. Ага, ага, конечно. Деньги были не от Майкла, насколько я помню, деньги были от неизвестного источника. Ну вот, а чё думаешь, неизвестный источник не может быть щедрым? А, ну да, извините, прошу пардону. А чё там с Мирандой Керой и Орландом Блюмом? Ой, история. Ну, в общем, карточка, мы с тобой сообщали же в прошлых программах. Ну, уже они типа того, уже. Да, тихо-мирно расстались с друзьями. Ну, вот теперь появляются всякие разные новости в прессе, где говорится, что не просто так они расстались, потому что она была ему не верна. Ай-яй-яй-яй. И изменяла ему. Сначала она ему изменяла со своим собственным агентом. Чё, красивый мальчик? Эх, хрен не знает. Судя по второй роже, с которой она якобы изменяла своему мужу Орландо, и первая была рожа страшная. Потому что вторая рожа – это Леонардо Ди Каприо. О, чё, он просто толстый, как свинья, а так ничего? Ну да, если, конечно, зажмурится. У него щёчки уже на плечиках лежат. Да на спине уже можно завязывать спокойно. Ой, чё, Том, как-то, да, чё-то разнесло мужика. Да, весьма так, это не по-детски, да. Такие щёчки, бум. Вот бери пластику порекомендует, там, типа, Лео, ну иди щёчки уменьши. Глазки расщи, да? Это кошмар. Кус, конечно, у девушки. Вот с этим вот товарищем она якобы и изменила. Ну, дело в том, что в декабре 2012 года уже как бы был скандал, да, и ей пришлось оправдываться. А там, значит, с чем дело было? Что якобы она была на вечеринке у Леонардо, и весь вечер она от него не отходила. Точнее, она не просто от него не отходила, а весь вечер на нём провисела. А может, он удобный, на нём удобно сидеть? Ну, он мягкий, большой. Она его спутала с креслом делов-то. Ну, наверное. Чё по пьяной лавочке не сделаешь? Да, ну ладно. Тут ещё одна вообще история замечательная, долгоиграющая. Да. Вот, я думаю, что поклонники вампирской парочки из Сумерек могут вообще расслабиться и получить удовольствие. Или наоборот напрячься и делать ставки. Опять она к нему возвращается? Да вроде как. Ну, там понятно. Господи, ну сколько же можно? Вот, в общем, непонятно. Не то помирились, не то опять, так сказать, бац-бац и мимо. Дышит, что она к нему приезжала недавно домой, и была там три часа. А может, они там, это, счета общие разбирали, кто за что заплатил? А, игрушки разбирали, да? Да. Свои игрушки и так далее, да? Да, а почему нет? Делов-то. Ага. А другой источник пишет, что парочка зарегистрировалась тайно в одном и том же отеле в Калифорне. Пути-пути-пути. Ведь мы игрушки не доразбирали. Ну, как видно. Ну, в общем, сериал продолжается. Следите за обновлениями, товарищи. Ага, мы наоборот. Весь рост. Да. Серия 225, дубль первый. Ага. Ну, это, конечно, в духе такой вот мексиканщины галимой, да? Ну, а почему нет? Если это катеты, люди хавают. People хавают. People, да. People хавают просто со свистом. Как мои рыбки в аквариуме. Знаешь, так... Все. Ха-ха-ха-ха. И вот. Что там за Рикардо Ороско какой-то придурок? Что он делал? Бедный Фултон. Бедный Рикардо. Ну, парнишка. Рабочий подсобный. Во время там... Что-то они там в доме делали у Кристины. Да, Кристины Фултон. И он спер там 4 компа и фотки интимные. Есть. Кристины? Да, нафиг она кому бы нужна в одиночестве с Гордом. С Николасом Кейджем. Она его бывшая по Городам. И мать его ребенка. Да, так понимаешь, он... Короче, мужик вошел в дом. Понял, что как бы никого нету. И начал шариться, да? Ну, да. Четыре компа вынес и ящичек с фотками. Ну, вообще прелесть, да? Он выносит из дома компы и никто даже не чухнулся. Классно. Ага. Чухнулись только, когда он порнофото вынес, да? Да. Ну, в общем, арестовали его, конечно, быстро достаточно. В апреле месяце он был уже арестован. Этого года залог ему суд назначил 1 миллион долларов. Ни хрена себе. Откуда бы у подсобного рабочего такие деньжиши? Ну. Значит, будет сидеть, я сказала. Ну, единственное, что ценность данных фото я бы как бы подвергла сомнению. Вау. Честно говоря. Ну, сама представь себе Николаса, да, в его нынешнем состоянии, в близком к Рухляде. Ну, может, там, конечно, за многие годы накоплено ему, да? Кошмар. Ты представила себе, да, и задумалась тяжко. Да. Ну, во-первых, Николас, он уже древний. Ну, так я говорю, ушел он уже из большого секса. Он даже в тренеры уже не годится, потому как забыл. Вот такая кудачо, да? Да, вот. Ну, ладно. Дворакам закон не писем. А тут еще одна история феевическая просто. Значит, Чарли Шин, он как бы вот женок был несколько раз. Значит, его одна из жен Брук Мюллер, да, от которой у него двое детей, близнецы, Макс и Фок. Вторая его жена, Деннис Ричард. Ну, да. От этой женщины у него двое детей, только девочки. Красивая женщина. Да, очень даже. Ну, и вот. И когда они с Деннис развелись, то там, в общем, опека над девочками осталась в матери. И они расстались как бы нормально, по-любому, на них и в сотрах. Ну, да. Вот. И Деннис оформил опекунство и над близнецами-мальчишками. А что, Чарли не может? Ну, как бы у них там, у Чарли там проблемки, с алкоголем и с наркотиками. Ну, да, со всеми прочими радостями. Да. Так вот, оказывается, значит, почему она оформила опекунство? Потому что мама их, Брук Мюллер, она на лечении находилась в общем-то. Ага. Злогостреляла амфетамины, но в общем не в первый раз. Там раз третий или четвертый. Иф. Вот. И Деннис, она вот в мае этого года оформила опекунство над близнецами, а сейчас она от него отказывается. Чего? Говорит, как только детишечки с мамой повидаются, с мамой с ним агрессия. Да. Они, в общем, совершенно неуправляемые. У них собака есть, они эту собаку бьют, душат. И когда она им говорит, ребята, вы что делаете, ей же больно, они говорят, а хорошо, а мы хотим, чтобы ей было больно, и вообще хотим ее убить. Нормально, да? Нормальные детки. Хорошие дети. Да. Мама, скажешь, амфетаминами пичкает, что ли? Черт, я знаю, что она там делала. Ну, короче говоря, Деннис написала письмо в службу, вот эту специальную. Извините, говорит, ребята, заберите их нахрен отменить. Она сказала, просто говорит, я не справлюсь. Говорит, ребята, извините, я бы хотела, но я не могу. Да помогалась, называется. Ну, да, хотела как лучше, а получилось, как сами понимаете. Как всегда. Ну, вот. И у нас с тобой тут последняя новость на сегодня про Монику Белуччи, которая опровергла свой роман с Тельманом Эсмайлером. Слава тебе, Господи, а то мы думали, что это правда. Слушай, он Тельман или Тельман? Вообще, его вот везде российская пресса, ну, в смысле, телевизионная, она его называла Тельман. Он Азербайджан, или Талаш, я не знаю, кто он там такой. Ну, короче, говорят, Тельман, Тельман, у них это, хватит мозгов, ударение поставить, вообще непонятно вкус. Это точно. Это как, знаешь, Моника Белуччи и какой-то Тельман Исраилов, пусть даже он Тельман. Смоем. Все равно, какая разница? Пусть даже он миллиардер, но все равно, знаешь, извини, рожу на него посмотрели, что же такое. Но она говорит, что вообще не понимает, откуда техники, потому что он ее в качестве приглашенной звезды, и там еще много очень было народов, пригласил на открытие своего отеля в Турции, Мардан Палас называется. Мама родная. Его папу звали Мардан. Ну да. Вот. И все, в общем, она как бы не в курсе, откуда все... Она сказала, и дети все нахрен, товарищи, как бы у меня муж есть, типа. Ну, был, точнее. Ну да. Ну вот, все, такие вот новости у нас на сегодня. Все? Ладно, приходите, товарищи, еще. Подписывайтесь на наш канал, граждане, будет интересно. Ну, наверное, будет интересно, да. У нас еще тут это блог всякий новый будет. Да, тоже, так что захаживайте у гостей. Все, 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 пока-пока. Все, что будет. Ага. Бай.